Приветствую вас. Довольно интересный вопрос. Человек описывает довольно тяжелую, сложную операцию в плане осложнений, которая довольно сильно на него повлияла психологически. Человек говорит о том, что ему не до чего, спасаясь только работа, обожаемая. Все, кроме работы, заброшено. Дом, муж, уход за собой. Человек не знает, почему операция с довольно сложными последствиями, не довела его до такого состояния. Она говорит, что раньше у нее тоже были операции, были переломы, разрывы связок, но никакая боль и неудобство не доводили меня и до десятой доли того, что случилось после этой операции. Вот. Тут я имею в виду, пишет она, именно психологическое состояние. Если говорить честно, то под конец первой недели единственное желание было прекратить эти мучения через суицид. Настолько вот человека довело. Дальше, значит, она говорит, что осложнения возникли непредсказуемые. Я молодая, без хронических заболеваний, ранее у меня никогда их не было. Вот. Для меня без спорта с загадкой, почему все пошло напрекосяк. Ну, что я вам здесь могу сказать, София? Вообще, тело обладает разной чувствительностью. И, как бы, воздействием на разные органы, человек может получать совершенно разные впечатления. Для кого-то особо болезненным будет травма колена и невозможность ходить. Для кого-то особенно болезненным будет, сильно болезненным будет ушиб, например, там, ну, какого-то другого органа, какой-то другой части тела. Я не особо в данном случае разбираюсь в физиологии. Но, в зависимости от того, к чему человек чувствителен, в зависимости от этого, и восприятие происходит вот такое. Ну, то есть, вот, в таком ключе. Поэтому, вполне возможно, что вы просто нащупали наиболее чувствительную часть своего тела, ту, на которую вам делали операцию. Возможно, то, что вы все забросили, кроме работы, возможно, что у вас были, так скажем, хамелеонные проблемы, то есть, неочевидные проблемы. Ну, вот, в других сферах. Например, с мужем. Или вам, например, уже, ну, какое-то время, может быть, не хотелось заниматься домом и за собой убираться. Ну, вполне может быть, что накапливался какой-то вот кризис. И данная операция, она, собственно говоря, этот кризис, может быть, раскрыла. Еще возможен, конечно же, мы не можем этого исключать. Возможен такой вариант, что вы же не просто так пошли на операцию, да, вот, вы пошли на операцию, там, потому что вас это, ну, беспокоило. Вас беспокоило, вот, собственно, то, что вы оперировали. и именно беспокойство, да, именно то, как себя чувствовал ваш нос, с одной стороны, спорвигло вас на операцию, но с другой стороны, его воспаление, его проблематика действительно оказалось просто более серьезным. Я бы сказал, что вероятно, это могло произойти с каждым. Произошло с вами. То, что это произошло с вами, да, ну, не означает, что это что-то такое, вот, прямо уникальное. Другой момент. вот, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы пишете, никто из близких не воспринимал мои жалобы серьезно. Да, пишете вы, а оперирующий лор никакого наблюдения вести не хотел. Вот. И вот здесь, конечно, информации маловато, но кое-какие предположения можно сделать. Конечно, я хочу на всякий случай предупредить вас о том, что не претендую на истину и могу ошибаться. И не хочу, чтобы вы мои слова воспринимали как вот абсолютное, ну, абсолютное утверждение. Вот. Потому что это было бы конечно неверно сказать, это было бы неадекватно сказать, что я претендую на истину, это просто вот то, что не говорю, это просто моя гипотеза сейчас. Так вот, то, что то, что ваши родные не отнеслись серьезно к вашим жалобам вполне может, на мой взгляд, свидетельствовать о том, что вы, ну, скажем так, ну, может быть, привыкли подавлять свои чувства, привыкли, может быть, выглядеть выглядеть сильнее, выглядеть лучше, больше, чем вы есть на самом деле. Ну, то есть, иными словами, вы привыкли терпеть, если вот, если откровенно говорить. но, вместе с тем, чем опасна такая, чем опасна такая модель поведения. Когда человек терпит, у него появляются надежды, у него появляется даже, как бы, предвосхищение каких-то событий, которые должны произойти. Ну, вы считали, что лор, как бы, окажется профессиональным и, ну, позволяли ему делать все то, что он делал. Хотя, уже с самого первого раза, когда вы заметили, что, вот, он не хочет вести наблюдение, да, и применяет физическую силу, там, где ее применять явно не нужно, вот, вам нужно было бы уйти оттуда, но вы не ушли. Я вас не обвиняю сейчас, я говорю лишь о том, что, я лишь говорю о том, что, когда человек привыкает терпеть, если он терпит, то у него, конечно, возникает определенная, так скажем, поведенческая мобиль, на мой взгляд, не совсем адекватная, в первую очередь, по отношению к себе самому, и вполне возможно, что, то, что вы терпели, то, что вы подавляли в себе, вот, себя как раз проявило, проявило, в вашем состоянии, вот, это вот, какая-то такая потребность, да, во внимании, потребность в, 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 родственники, ваши близкие, судя по всему, не привыкли, не привыкли, не привыкли к, такой, ну, вашей мобиль, поведения, не привыкли видеть вас такой, вполне возможно, потому что, вы, опять же, сами не привыкли быть слабой, Вот. И, на мой взгляд, в этой ситуации вы и оказались. Как выбираться из этого? Ну, для начала, конечно, нужно, чтобы у вас все прошло. То есть, я думаю, что вряд ли, вряд ли, вряд ли, испытывая серьезный физический дискомфорт, вряд ли здесь можно говорить о, ну, скажем так, о, о, психотерапии прямо. на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, нельзя. Конечно, у вас может быть своя позиция на этот шьет, но, на мой взгляд, нельзя, потому что, когда вас беспокоит, вот, ну, грубо говоря, тело, да, вы, ну, естественно, вам, как бы, тяжело, неприятно, да, более чем понятно и более чем адекватно. На мой взгляд. Вот. Нужно, чтобы ваше тело нормализовало, чтобы ваше состояние нормализовало. С другой стороны, если вы считаете и, ну, считаете и полагаете, что вам нужна помощь, да, психологическая, то, естественно, в первую очередь необходимо прожить, вам прожить ваши чувства, вот, потому, потому что основная ваша проблема в том, что, как вам, как вам кажется, вы остались наедине с своей проблемой, вас никто не слышит, ваши жалобы не слышат. Вот. То есть это, вот, важно быть услышанной. важность, ну, по сути, важность ощутить себя понятой. Вот. это весьма ценно для многих людей и встал невозможно, что ценно для вас. Я так полагаю. Вот. то есть, видимо, подавило вас здесь, по моим предположениям, то, что вы одна. То есть вы оказались брошены, по сути. Вот. может быть, может быть, роль сыграло и то, что проблемам с носом никто не придает серьезного значения. Ну, вот. Такой еще момент может быть. То есть, ну, просто вот не, вот, как бы, не придают люди серьезного значения тому, что происходит с носом. То есть, люди, может быть, привыкли считать, что нос, это вот традиционно, да, такая вот, ну, не серьезная, это же ни нога, не сердце, да. Ну, вот. То есть, такой вот момент. Вот, как-то так, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Посмотрите, что откликнулось вам в моем ответе. Если что-то обкликнулось, захотите обсудить, обращайтесь к любому из психологов. Будем рады помочь. Желаю вам всего самого доброго, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok